В 1928 году на страницах американского журнала «Азия» была напечатана фотография православного крестного хода. Подпись под ней гласила. Несмотря на широко распространенную большевистскую пропаганду, в Москве устраиваются большие религиозные процессии, как вот этот крестный ход на Красной площади. Однако взгляд сразу же цеплялся за странные вывески с надписями, сделанными с использованием еще дореформенной орфографии. Было понятно, что зарубежный журнал опубликовал снимок крестного хода, проходившего не в конце 20-х годов, а до революции, когда еще существовали старые торговые ряды. В год публикации этой фотографии невозможно было даже представить религиозную процессию на Красной площади, у самого мавзолея, тем более такую массу. Церковь в это время катастрофическими темпами теряла прихожан, лишалась храмов и, как могла, отбивалась от набиравшей обороты антирелигиозной пропаганды. 21 декабря 1922 года вышел первый номер газеты «Безбожник», ставший впоследствии печатным органом Центрального совета Союза воинствующих безбожников. Тремя годами позже к ней присоединился одноименный иллюстрированный журнал. По словам идейного руководителя антирелигиозной политики советского государства Емельяна Ярославского выбор названия для атеистической газеты был непростым. Необходимо было учитывать не только то, что целевая аудитория газеты не знала иностранных языков, то есть не представляла, что такое атеизм и кто такой атеист, но и вообще была неграмотная. Так что дать газете название атеист означало бы отпугнуть большую часть читателей. В то же время слово «безбожник» расценивалось едва ли не как ругательное. Вспоминали такие выражения, как «врет безбожно» и тому подобное. Уместно ли давать такое название коммунистической газете? Но Ярославский парировал. Коммунисты никогда не скрывают своих убеждений. Зачем? Нужно, чтобы нас знали. Пусть будет название «безбожник». Главным редактором газеты стал сам Ярославский. Основной упор делался на простые, незамысловатые истории о том, как люди сталкиваются с религиозными предрассудками и суевериями. Каждая история завершалась конкретными выводами. Попы и помещики всегда сидели на шее народа, чудес не бывает, исцелить человека способна только наука, а не заговоры колдунов и молитвы священников. Служители культа сами часто нарушают божьи заповеди или же вовсе не исполняют их. Человек должен надеяться не на богов, а на собственные силы и т.д. Одновременно с этим публиковались антирелигиозные рассказы, фильетоны, неплохие, написанные простым языком религиоведческие материалы, новости науки, разбор священных текстов, разоблачение чудес. Например, в 1925 году появилась заметка про Туринскую плащаницу. Практические советы, как изготовить радио, а также чем оно полезно для крестьянина. Информация о ходе коллективизации и индустриализации и о том, как постепенно ликвидируется неграмотность. Просветительские заметки и рассказы про природу, пользу и важность агрономии. Распространение и лечение сифилиса, который очень легко подхватить в том числе и во время религиозных обрядов. Реклама новинок атеистической литературы и безбожного кино. Печатались даже настольные игры на советско-безбожную тематику. Нередко и в статьях, и даже на обложках номеров можно было встретить рисунки тракторов, на которые чуть ли не на перевес с крестом бросается служитель культа. Все дело в том, что широкое использование техники в сельском хозяйстве вызывало панику в рядах верующих. Они называли тракторы машинами антихриста и грозили божьей карой за их использование. Реакцией безбожников на речи служителей культа и были карикатурные изображения священников, безуспешно пытающихся остановить сельскохозяйственную технику силой божьего слова. Вокруг безбожника быстро сформировался и впоследствии активно рос круг единомышленников, объединявших людей из различных уголков союза. Газета то и дело писала об увеличении числа ячеек, созданного в 1924 году общества друзей газеты «Безбожник» и публиковала фотографии красных безбожных уголков. Даже удивительно, что, разглядывая эти снимки, мало кто обращал внимание на то, как старые иконы на стенах уступили место новым ликам, чаще Ленина, реже Маркса. Между тем расширялась издательская деятельность журнала. Выпускались антирелигиозные книги и брошюры, как отечественные, так и переводные, в том числе и сочинения Емельяна Ярославского. Книги в основном пересылались по почте, хотя в Ленинграде и Москве их можно было приобрести в специальных фирменных магазинах под вывеской «Безбожник». Быстро рос и тираж газеты. От 15 тысяч экземпляров самого первого номера до 50 тысяч в начале 30-х годов. В лучшие годы тираж доходил до 200 тысяч. В августе 1924 года в помещении редакции газеты «Безбожник» состоялось первое собрание московских атеистов. На нем был поднят вопрос о разработке такой тактики антирелигиозной работы, которая исключила бы разнобой, кустарничество и компанейские наскоки на столь важном для большевиков безбожном фронте. В следующем году было решено создать антирелигиозное общество, которое охватило бы весь союз. Причем организованный в апреле-майе 25-го года съезд безбожников признал, что время антирелигиозной пропаганды миновало. Трудящиеся массы уже настолько безбожны, что задача не столько в расширении, сколько в организационном оформлении антирелигиозного движения, в углублении его в сторону большей конкретизации безбожного материала. Так на свет появился союз безбожников, целью которого было централизованное ведение длительной и систематической антирелигиозной пропаганды с привлечением не только партийных структур, но и широких масс. Впоследствии организация была переименована в союз воинствующих безбожников, а его печатным изданием стал ежемесячный журнал «Антирелигиозник». Уже в первые полгода существования Союза воинствующих безбожников его численность достигала 112 тысяч человек. Через год количество членов Союза насчитывало 200 тысяч. Цифра приличная, но учитывая 140-миллионное население СССР, это была буквально капля в море. Значительная часть населения все еще оставалась религиозной и суеверной. Становилось очевидным, что работу по агитации нужно было не просто продолжать, а усиливать. В 1926 году журнал «Безбожник» отмечал, что среди крупных добровольных обществ Союз безбожников является едва ли не самым малым по количеству членов. А также обращал внимание на то, что не лучшим образом обстоит дело с привлечением в ряды Союза воинствующих безбожников женщин. Их к тому времени было всего 20% от общего числа членов. Женщины считали более склонными к религиозности в силу бытовых условий. Потому журнал часто обращался к теме эксплуатации и нарушения религиозными организациями прав женщин, публикуя соответствующие исторические очерки и карикатур. «Женщины должны понять, что в религии для них не счастье, а горе», – писал журнал. Но в реальности все было далеко не так гладко, как на бумаге. В 1929 году вышел специальный антирелигиозный номер сатирического журнала «Чудак». В нем его главный редактор Михаил Кольцов писал «Когда, как не в нашу эпоху, можно вести настоящую, убедительную и плодотворную пропаганду против церковных гробокопателей. Когда, как не сейчас, можно обрубать черные крылья ловцов, зацепляющих человеческие души на приманку всяческих религий». Впрочем, филиетон Кольцова был посвящен вовсе не тому, как церковники охотятся за душами ничего не подозревающих обывателей. Его ядром стала критика способов, выбранных для ведения антирелигиозной пропаганды. Они, по мнению Кольцова, вовсе не способствовали достижению поставленных целей и даже, напротив, препятствовали их осуществлению. Это и неумение лекторов четко и ясно выражать свои мысли и их косноязычие и враждебность. Полной противоположностью являлись религиозные собрания, на которых и говорили складно, и даже разрешали петь и танцевать популярный в те годы фокстрот, если речь шла о каких-нибудь баптистах. «Мертвичина и скука, часто присущие нашей работе против церкви и религии, заставляют нас уступать место врагу», – писал Кольцов, отмечая, что все встало с ног на голову. «Попы завлекают людей советской подвижностью, живой занимательностью, яркостью и злободневностью подхода к массе, в то время как безбожники часто скатываются в кафедральную тоску, постное ханжество и епархиальный аскетизм». Недаром на обложке номера был изображен осеняющий себя крестным знамением священник, проходящий мимо здания с вывеской «Всесоюзное антирелигиозное совещание». При этом служитель культа говорит «Господи, отчего так мало съезд продолжается? Теперь разъедутся, делов натворят». Там же высмеивались и двойные агенты – комсомольцы, занятые антирелигиозной пропагандой и в то же время являющиеся завсегдатами церквей. Например, на карикатуре изображена служба в храме, во время которой происходит такой диалог. «Стыдно, Коля, вузовец, оставишь свечку. Для чего?» Для зачета. Профессор любит верующих. Как он узнает? «Да вот же он, служит обеднюю». Из той же серии. Во время службы. «Батюшки, секретарь нашей ячейки так же пришел, как бы он нас не заметил». Или такое. «Как тебе не стыдно? Ведешь антирелигиозную пропаганду, а сам молишься?» «Да ведь о чем я молюсь? О строительстве социализма ж». К 1940 году количество членов союза воинствующих безбожников перевалило за 3 миллиона. И это, несмотря на признаваемые союзом трудности антирелигиозной работы среди национальностей, где религиозность была довольно крепкой и выдерживала мощный натиск атеистической пропаганды. Журнал «Безбожник» просуществовал до июня 41-го. Газета продержалась немногим дольше, до конца июля, и с тех пор так же больше не издавалась. После войны, когда Ярославский уже умер, а государства и религиозные организации сумели найти общий язык, союз воинствующих безбожников был распущен. Ему на смену пришла новая организация – Всесоюзное общество знания, которое, по сути, продолжило заниматься распространением атеизма, но уже под нейтральной вывеской и другими методами. Хрущевский период закручивания религиозных гаек продлился недолго, после чего атеизм оказался более ненужным на антирелигиозном фронте. Да и фронта как такового уже практически не существовало. Субтитры создавал DimaTorzok